Это видео будет полезно тем, кто был в Риме и кто планирует поездку в Рим первый раз. Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня в роскошный дворец Колонна. Я уверена, что после просмотра этого видео, те, кто планирует поездку в Рим, обязательно сюда придут. В начале 18 века Филиппо II Колонна поручил архитектору Александру Спеки построить соединительные мосты между дворцом и садом. А также был сделан уголок с нишами, где выставлены три статуи. В центре находится статуя Марк Антонио Колонны, победителя в битве при Лепанто. Своды дворца Колонна расписаны фресками на тему битвы при Лепанто. Так вот там мы очень часто сможем увидеть изображение Марк Антонио Колонны. По бокам находятся статуи Фабрицио и Просперо. Семья Колонна долгое время жили в сельской местности, недалеко от Рима. Там до сих пор есть городок под названием Колонна. А когда в начале 13 века переехали в Рим, поселились в этом районе и построили именно здесь свои первые дома. Если проследить историю семьи Колонна, то можно рассказать очень много интересных историй о семье и дворце. Я попробую рассказать вам интересные истории, связанные с этой семьей. Ведь во дворце переплелись истории жизни воинов и любителей искусства. Во дворце собрана уникальная коллекция, которую обязательно советую всем посмотреть. Наше знакомство с дворцом начинается сегодня с сада. Я купила билет на короткий тур. Сюда входит галерея, апартаменты Пио и сады. Цена билета 15 евро. Если брать полный тур, то туда входит галерея, апартаменты Пио, сады и апартаменты принцессы Изабеллы. Цена билета 25 евро. Я вам советую брать полный тур за 25 евро, чтобы обойти все сразу. У нас же, у местных жителей, есть небольшие привилегии. Мы можем разделить нашу прогулку по дворцу Колонна на две части, на два посещения. Мне сказали, что я с этим билетом в течение трех недель могу вернуться во дворец Колонна, доплатить 10 евро и посмотреть апартаменты принцессы Изабеллы, что я, конечно же, и сделала. Апартаменты принцессы Изабеллы я покажу вам в отдельном видео. Сад украшают магнолии, живые изгороди и великолепные фонтаны. Можно подняться по лестнице, чтобы полюбоваться видом на дворец и на город. Фундаментом для дворца Колонна служат древние и средневековые постройки. В древние времена на склонах к Веринальдского холма находился храм Сераписа. Сейчас на этом месте находятся дворец и сады семьи Колонны. Но то там, то здесь будут просматриваться напоминания об античной эпохе. Символ семьи Колонна будет встречаться нам везде, на фресках и украшениях дворца. Также здесь можно увидеть большое здание Папского Григорианского университета, который был построен в 1930 году. Здание университета примыкает к задней стороне сада. Девочкам, девушкам и женщинам советую нарядиться в самый красивый наряд, который у вас есть в багаже, ведь вы идете во дворец. Как только вы переступите порог этого великолепного дворца, у вас тут же появится желание как можно больше сделать фотографий. Ну а вам, мужчины, я советую быть терпеливыми и внимательными. Не отказывайте, фотографируйте своих любимых. Они не раз попросят вас об этом. Мы заходим с вами в зал военной колонны. И самое главное, не спешите быстро пробежать по дворцу. У вас достаточно времени, чтобы все медленно рассмотреть. Галерея Колонна открывается в 9.15 и закрывается в 14 часов. Оцените по достоинству этот дворец и его коллекцию. Я хочу сразу предупредить, что дворец Колонна открыт только в пятницу и субботу. Зал получил свое название от Колонны из красного мрамора. Она установлена в центре зала и напоминает нам о фамильном гербе семьи. Свод этого зала украшен фресками на тему апофеоз Марк Антонио, где прославленного Марк Антонио, командующего папским флотом в победоносной битве Прилепанта против турок, представляют Богородицы на небесах. Эта картина называется «Примирение между сабинянами и римлянами». Помните историю про похищение сабинянок? И почему сабиняне и римляне примирились? Помните? Среди многочисленных шедевров зала мое внимание привлекли четыре большие картины, авторами которых являются Бронзино и Герландайо. Картину «Венера, Купидон и Сатир» написал Бронзино. Картину «Ночь», «Рассвет», «Венера и Амур» написал Герландайо. Обратите внимание, что под каждой картиной находится описание картины с иллюстрацией. Так картины выглядели до 2002 года. В XIX веке обнаженные тела на картинах были приодеты. Так требовал этикет того времени. А в 2002 году после реставрации картинам вернули их прежний вид. Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы перейти в другой зал, нам надо спуститься по лестнице. И здесь, на ступеньке лестницы, можно заметить пушечное ядро. Говорят, что оно облетело в окно и застряло на ступеньке. Это последствия 1849 года. В это время была революция в Папской области и осада города. В ходе революции 8 февраля 1849 года была провозглашена Римская республика. Это пушечное ядро было выпущено для того, чтобы попасть в соседний Кверинальский дворец. Но залетела во дворец колонна по ошибке. Мы не будем надолго останавливаться у ведра и продолжим рассматривать великолепный дворец колонна. Дорогие друзья, мы сейчас пройдем с вами по одному из самых роскошных и великолепных залов этого дворца. Этот зал часто сравнивают с залами Версальского дворца. В XVI и XVII веках по воле трех поколений семьи дворец был расширен и сделан в стиле барокко. Представители семьи полностью доверились опытным известным архитекторам и художникам того времени. Советы и консультации для расширения и строительства дворца даже давал хорошо нам известный скульптор XVII века Джан Лоренцо Бернини, архитектор Карло Фонтана и многие другие. Портрет семьи Альфонса I Гонзага. Портрет семьи Альфонс XVI века Джан Лоренцо Бернини, именет ли цифрику астре В каждой части описывается эпизод исторического момента, в котором участвовал полководец Марк Антонио II. На этой части фрески мы видим, как Марк Антонио на белом коне празднует свой триумф. Белого коня ему подарил Папа Римский после победы. Продолжение следует... Стены украшает позолоченная лепнина с трофеями и доспехами. В центральной части свода изображена фреска на тему битвы с турками. Дорогие друзья, я показываю все в деталях и очень медленно, для того, чтобы вы все смогли рассмотреть. Ведь не каждый из вас может приехать в Рим. Субтитры создавал DimaTorzok Даже консоль напоминает нам о триумфе полководца папских войск, победившего Прилепанто. Мраморную плиту поддерживают пленные турки. Автором консолей, который находится во дворце Колонна, является Пауль Шор. Кстати, Пауль Шор работал с Бернини и Пьетро де Картона. Он также принимал участие в оформлении залов Ватикана, Дворца Бургези, Кверинальского дворца и Дворца Колонны. Великолепный зал также украшен картинами великих художников. «Сошествие Христа в Лимбо» – работа флорентийского художника XVI века Александру Аллори. Картина под названием «Римская благотворительность» или «Кимон и Перо». Автором работы является Герарди. Старик по имени Кимон ожидал казни в тюрьме. Его не кормили и оставили умирать. Но стража разрешила его дочери Перо навещать отца. Недавно она стала мамой и приходила в тюрьму, чтобы втайне накормить отца молоком из своей груди. Отцелюбие римлянки удивило всех. Дочь так любила отца, что любыми способами хотела продлить ему жизнь. После такого поступка дочери казнь отменили, и Кимон был выпущен на свободу. Когда мы гуляем с туристами по Риму, я обязательно показываю место, где находилась тюрьма. И даже спускаемся с некоторыми вниз на уровень античного Рима, чтобы посмотреть, где находилась камера, в которой сидел Кимон. Автор этой картины, видимо, был вдохновлен картиной Рубенца «Отцелюбие римлянки», которая сейчас находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В основе сюжета лежит история I века н.э. Честно сказать, великолепные и роскошные залы очень сильно отвлекают от внимательного рассмотрения картин. Мне хочется показать вам и залы, и картины. Ведь у каждой картины своя история и очень интересный сюжет. И, конечно же, мне хочется затронуть историю семьи, которая жила здесь. В каждом зале Дворца Колонны есть специалист выставочного зала, который с большой радостью расскажет вам об экспонатах зала. Если вы говорите на английском или итальянском языках, вы можете обратиться к ним, и они расскажут вам все, что связано с залом, в котором вы находитесь. А также в галерее Колонна предусмотрена и групповая экскурсия, стоимость которой уже включена в билет. Вдоль стен выставлены статуи. Великолепная картина Франческо Бассано. На картине изображена сцена, которая рассказывает нам о встрече Иисуса и Магдалины в доме Симона, когда молодая женщина становится на колени у ног Иисуса, чтобы окропить их маслом, а затем вытереть их своими волосами. Иисус и Магдалины в доме Симона. Иисус и Магдалины в доме Симона. Картина на тему «Первородный грех». Вот, наконец-то, мы и дошли с вами до третьей части фрески свода. А если точнее сказать, надо фреску рассматривать именно отсюда, потому что именно здесь изображен исторический момент, где Папа Пий V поручил Марк Антонио командовать папским флотом в битве с турками. Потом в центральной части изображена фреска на тему «Битва с турками» и в самом конце зала фреска на тему «Триумф Марка Антонио после победоносной битвы». Две колонны из желтого сиенского мрамора отделяют два зала друг от друга, и мы сейчас находимся с вами в зале под названием «Зал пейзажей», где выставлены картины Гаспара Дюге. Его отец был кондитер, который из Франции переехал в Италию. В 1630 году известный художник Николай Пуссен женился на Анне Дюге, сестре Гаспара Дюге, будущего художника. Пуссен, видя художественные способности молодого человека, всячески поощрял Гаспара, дал ему несколько уроков мастерства и стал его первым учителем. Потом постепенно ему стали поступать заказы от римских пап, например, от папы Иннокентия X, от королей и аристократических семей. Одна из аристократических семей, которая заказывала у него картины, была семья Колонна. Сейчас зал пейзажей украшают картины Гаспара Дюге и других пейзажистов. Себастьяну Ричи расписал свод зала пейзажей фресками на тему «Аллегория битвы при Лепанто». Как вы уже заметили, эта тема играет главную роль в оформлении дворца. В зале пейзажей, с левой и с правой стороны, выставлены два секретера. Сейчас мы с вами находимся возле секретера, который был сделан из черного дерева и слоновой кости. Авторами его являются братья Стейнхарт. К этому секретеру обязательно надо подойти поближе и рассмотреть все в деталях. Его украшают сцены из Ветхого и Нового Заветов. После создания фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле, многие художники были вдохновлены работой Микеланджело и хотели ее повторить. Например, по желанию папы Павла III, Марчелло Винусти создал уменьшенную копию, которая сейчас находится в Неаполе в музее Капо-де-Монте. А здесь, во дворце Колонна, находится копия Страшного суда, выполненная из слоновой кости. Эта работа была выполнена немецкими братьями и затем помещена в переднюю часть секретеры из черного дерева. Для украшения боковых сторон мастера выбрали сцены из Ветхого и Нового Заветов, а для центральной части воспроизвели Страшный суд. Здесь на самом деле желательно остановиться и задержаться, чтобы рассмотреть все тонкости и переплетения в этой работе. Не знаю, почему в этом зале для рассмотрения секретера не предлагали лупу, она была бы здесь уместна. А вот в других залах, например, в зале в Анвителле, чтобы рассмотреть картину, предлагали лупу. Так вот, это, я считаю, замечательная идея. Несмотря на то, какое у вас зрение, носите вы очки или не носите, лупа позволит вам рассмотреть все подробно в этом секретере. Я советую вам взять с собой лупу. С другой стороны находится секретер из сандалового дерева и полудрагоценных камней. И обязательно обратите внимание на то, что консоли, на которых стоят секретеры, тоже поддерживают фигуры турков. Небольшой, но очень красивый зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Из зала пейзажей можно выйти на террасу, немного отдохнуть и с новыми силами отправиться рассматривать другие залы. Так мы и сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 14 веке Стефана Колонна здесь, в этом дворце, принимал Петрарку во время его пребывания в Риме, когда поэт прибыл на коронацию. Конечно, от этого дворца 14 века уже ничего не осталось. В 15 веке самым важным представителем семьи был Отдо Колонна. Он вошел в историю как папа Мартин V. В течение 11 лет резиденция Папы Римского Мартина V находилась здесь, во дворце Колонна. В его апартаменты мы сегодня обязательно зайдем. В 1527 году, во время разграбления Рима войсками императора Карла V, Палаццо Колонна был одним из немногих дворцов, которые не пострадали от разграбления и пожаров, и даже в этом здании укрывались и прятались римляне. Дворец был как надежная крепость. Дорогие друзья, я приглашаю вас в зал апофеоза Мартина V. В этом зале было так много народу, что мое внимание просто рассеялось. Я как раз попала в групповую экскурсию, которая проходила на итальянском языке. Я очень много раз была в галерее Колонны, и каждый раз, когда захожу в этот зал, экскурсоводы рассказывают про картину Карачи «Едок фасоли». Как же все-таки итальянцы любят поговорить про еду. Даже, казалось бы, картинная галерея. И все равно говорят о еде. И даже делятся рецептами. На картине Аннибали Карачи изображен крестьянин XVI века, который сидит за столом. В центре консоли XVII века стоит бюст кардинала Джераламо I колонны, заказчика галереи. Бюст выполнен из карарского мрамора. Кардинал Адона Колонна был избран папой в 1417 году в дни святого Мартина, поэтому он выбрал себе имя в честь этого святого, став Мартином V. На стене висит портрет папы Мартина V. Папа Мартин V постоянно жил во дворце Колонна. А трон, который сейчас повернут к стене к портрету римского папы, был предназначен специально для визитов римских пап, которые периодически посещали дворцы старых семей. Это происходило до 1870 года. Сейчас такого обычая нет, и на этом стуле больше никто не сидит. Зал примитивов. Здесь можно полюбоваться великолепной живописью и гобелленом. В зале примитивов находится портрет Марии Мончини Колонна. Сегодня видео получилось уже достаточно длинное, и поэтому я расскажу душещипательную историю любви Марии Мончини и Короля Солнца в следующем видео, когда буду показывать вам апартаменты Изабеллы. Там тоже будет портрет Марии Мончини, ведь она потом вышла замуж за одного из представителей семьи Колонна. В этом небольшом зале есть великолепная работа Сандро Боттичелли. Желтый салон. Настенные росписи были выполнены в XVIII веке. Продолжение следует... Авторами и разработчиками фигур, которые присутствуют в росписи стен, были братья Потцы. А вот автором пейзажа и орнаментов является другой художник – художник Анджелони. Прекрасный зал и живописные виды. Из желтого салона я перехожу в салон капеллы. Хочу обратить ваше внимание на самую большую люстру дворца. Она была сделана в XVIII веке в Мурано. Когда в зале есть окно, мне так интересно посмотреть, какой вид открывается отсюда. Моисей со скрижалями Гверчино. Объясняющий ангел тоже автором является Гверчино. «Воскрешение» Пьетро де Картона. Эта картина является одной из первых самостоятельных работ молодого художника в Риме. Она была написана специально для семейной капеллы семьи Колонна. Запредельный образ представляет собой воскрешение семьи Колонна. Среди тел, поднимающихся из гробниц, можно узнать умерших представителей семьи Колонна. Принц Филипп, который заказал запредельный образ, еще живой изображен со своей женой и умершими предками в день воскрешения из мертвых. У каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Бог посылает нам его для защиты. Интересно, какой он? На картине Гверчино мы видим ангела с большими крыльями, который защищает мальчика. У художника Гверчино есть целая серия картин с ангелами-хранителями. На гобелине изображена королева Артемизия. На горячилах. Голоса. На гобелине изображен. За сделать лакон. 孩у Αлости. В зале гобеленов на большой стене находится гобелен 17 века. На гобелене изображена Артемизия, которая присутствует на занятии верховой езды своего сына. В 2012 году гобелен находился в Брюсселе на реставрации и чистке. В зале также находятся картины на религиозную тему. 15 и 17 веков. Субтитры создавал DimaTorzok Зал вышивки берет свое название от ценнейшей вышивки, которая украшает стены. Она была выполнена в середине 17 века в индийском стиле. Вышивка была выполнена с использованием золотых нитей и шелка. Давайте рассмотрим эту вышивку. Издалека не видно, что здесь прячутся очень много животных и птиц. Давайте еще ближе подойдем. Спасибо. 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 На балдахине, который находится в центре, размещен герб семьи Колонна и Памфили. Этот герб появился в связи с бракосочетанием двух семей. Спасибо. Спасибо. На осмотр этого дворца у меня ушло почти три часа. И хочу сказать вам, что я опять не все успела посмотреть и не на все картины обратила внимание. Вроде бы и не торопилась. В таких случаях я всегда себе говорю, что я сюда еще обязательно вернусь. Следующее видео будет вновь из дворца Колонна, но в этом видео я вам покажу только апартаменты принцессы Изабеллы, которые меня просто поразили своей красотой. Дорогие друзья, напишите мне, знали ли вы об этом дворце и бывали ли в нем? А я на этом буду прощаться с вами. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось и обязательно делитесь им с друзьями. Пусть все знают, что в Риме есть такие места, где очень мало туристов. Планируйте поездку в Рим и обязательно приезжайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!